Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Вот сегодня первый день Пасхи, первое число, ну, за вчерашний день. Номер 141, опросы и события дня, задавайте вопросы, 30 апреля 2016 года. Ну да, первый это царский эпиграф, его подтверждать везде надо. Потом вопросы мне передают. У меня нет уверенности, что модераторы, администраторы все передают тем людям, чтобы где они искали ответ. Ответ искать в роликах надо, я отвечал тогда письменно, я не могу отвечать. Не могу, потому что нет времени, и мне очень трудно это. Так трудно, что даже невозможно отвечать столько вопросов, и при том это каждый день. Отвечаю далеко не на все, потому что, ну, кое-что можно найти и так в наших ответах. Вот смотрите где-то здесь, зафиксируйте себя, чем тут написано. И дальше объявление. Кратко так, пока не нет охотников, помочь видеоролики разбить по каким-то частям. Ну и вот этот вот один начал, сейчас Златоуста переводит, я насчитывал. Другую, видимо, или по отдельным темам. А так книги мои перевести. Ну и занятия у Сергея. И далее. В этом году у нас будет крещение в озере с полным погружением подготовленных людей. 10 июля, 10. А 15 мая, вот через две недели, будет День деревни. 25 лет восстановления Потеряевки. И вот такое объявление даю для всех. Смотрите внимательно. Краткая маршрутка тем, кому разрешено приехать на крещение. 10 июля 2016 года, воскресенье. Поселок Потеряевка. Ну, вот читайте дальше. Считайте, затормозите и дальше считайте. Бритых не крестят. Курящим не приближается даже на право въезда в деревню запрещено курящим собаком. Это придерживается все, кто бы ни был. Администрация приезжает, там органы, ФСБ. Закон для всех одинаковый. Ну и вот, дальше какие были на меня ролики. Вот ролик сбрасывает какой-то. Смотрите, какой заголовок его. Гундяев. Это патриарх Кирилл. Агент Ватикана. Вопрос как бы ставится. На самом деле утверждает это. Лопатин Евгений Борисович. Это мне подкинули. Я на это отвечаю. Слова этого лектора и его вид показывают, что он человек мирской. А поэтому мне и слушать там нечего. Вот. Кидаются, если где-то. Я называюсь так, кодло. То есть сбор, сброд беспривязных собак, которые подлежат отстрелу и уничтожению. Вот после встречи с папой кинулись на патриарха. И все поднялись. И не то, что понимают. Нет, он замрет. И на Путина также. Делать надо конкретно вклад в это дело. Вот. Они исказили крещение. Что вы сделали? Я писал всем архиереям. Везде сейчас строятся купели. И кое-где начинают правильно крестить. Вот уже маленькая подвижка. Вот один только разговор. Евреи все захватили. Евреев деньги перегнали в Израиль. На евреев 72 года работали. Они перестройку устроили. Я ничего не опровергаю. Я на это не поставлю. Но я говорю, бороться надо. Надо бороться. А мусульмане сейчас что делают? Русских убивают. Воруют по 50 тысяч в год на органы в рабы. Я ничего не определяю. Я только говорю, что бороться надо. Кстати, а как? А как? Любовью. Оказать ему внимание. Чтобы они увидели то, что у нас со Христом лучше, чем у них без Христа. Другого я не знаю. У меня обратился еврей. В дом привезли показать. Он часа полтора-три может был тут и еврей. Не какая-то полукровка. Честопородный еврей. Наум Израилевич. Теперь священник православной церкви. А вот КГБ, то другое. Следователь обратился. Сейчас священник. Меня вызывал всегда начальник тюрьмы. Умер по-христиански. Начальник тюрьмы. Полковник. Соломин. Александр Семенович. Следователь у меня был. Следователь. Пичугов. Виталий Николаевич. Следователь городской прокуратуры. Там уж так, не знаю, как это. Прошло время, где-то, как я освободился. Он пришел, принял крещение полным погружением. Теперь я не имею связи, сказать еще не могу. Но это определенно. Работать надо, а не просто долбить. Долбить патриархов. С патриархом надо работать. А как? Я не знаю, как. Молиться надо. В первую очередь молиться. Мы его приглашали. Он бы приехал к нам по Теряевку уже в прошлом году. Ну, был Барнаулин. Но у него строгий режим тут. Он раб. Раб вот это. Ему охота бы и самому быть, и покупать, и походить, пробежаться. Все под охраной. Как у Королева было. Даже Курчатова было. Даже плавать одному нельзя. Рядом плавал. Но может там и правильно. Такой. А здесь что же? На Бога не надеются. Ну, не дают ему. Я отвечаю на это. Иудеев 8.24. На этот ролик, который мне подкинули. Итак, братья. Покажем братьям нашим, что от нас зависит жизнь их. И на нас утверждается и святыня, и дом Господень, и жертвенник. Давайте покажем это. А как? Жизнь свою. Вот мы еще. Сегодня ночью у нас была пасхальная ночь. И я выставил в нашем Mail.ru. Ну, в моем мире-то. Одно и то же дублируем. И на нашем видеоканале. Пока выстоял только наш обед и детский концерт. Батюшки-то не было. Он утром приезжает. Он на две общины. Поэтому там он встретил потеряевки. Сейчас утром, завтра будет здесь. И в понедельник он проведет полную встречу. Пасхальная неделя-то. И дальше третья езра. И потому езра пустым, пустое, а полном, полное. Запомните вот это. 7.25. Поэтому человек, он пустой, он пустой огородит. А что нужно делать? Повторяю, молиться и смиряться. Сатана больше всего не любит смирение. Ну, а как же Иоанн Креститель говорил Ироду? Говорил это. Говорил. И это есть его смирение. Даже надо разобрать. Бог-любовь. Ну, это любовь потопил весь мир в воде. Потопил с ребятишками, с маленькими, с младенцами. Содом и Гоморра. Бог сжег города полностью и пять городов окрестных. Любовь. Значит, понять, что такое любовь. Если любит, говорит, то наказывай. Если любишь дитя свое, чаще наказывай. Не смотри на ювенальную юстицию. 1 Тимофеев. Желай быть законно учителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вот это, когда говорят, я им как бы даю места. Вот ответ им. 1 Иоанна 4. А они от мира, потому и говорят, по-мирски мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины, духа заблуждения. Вот так вам встретиться. Бритый какой-то сидит, говорит. Вообще к Писанию никакого отношения нет. Вот как надо говорить, писать, по закону. Ничего это не даст. Ничего абсолютно. Единственное, что отдаст, это дух Божий. Когда мы в духе Божьем. Вот сейчас бы говорят, ну ладно, вот все, знаете, отвечаете. Мне говорят, ну конкретно вас посадили бы президентом. Что бы сделали-то? Не стал бы. Это невозможно. Верующим, истинно верующим президентом нельзя быть. Это невозможно. Я должен быть одинаково хорошим и для мусульман. Если бы была православная страна, тогда можно. А тут и буддисты есть, и коммунисты. Он для всех должен быть. Это невозможно. Для всех сделался всем. Ты, в первую очередь, для Бога сделался христианином. Вот этот ответ. А если патриарх? Патриарх это другое. Вот тут сфера своя. Первое бы, что я говорю, прекратить строительство храмов всех. И одновременно запретить полностью размонтировать все миссионерские отделы, сенсорские отделы. Это самое зловредное, что и в стране. Подмена Бога человеческим учреждениям. И которые добровольно пошли, вот так понимают, работают, миссионерские отделы, всех под 5 лет на 5 ставить. Сколько они зла наделали. Они через мирские органы закрывают какие-то, что-то надо, жаловаться. Лезут в интернет. Они не могут по-другому делать. Сергеянство. От митрополита Сергия. Все через власти делается. Ну а как тогда молиться? И Бог тебя побудет. Вот я тут буду считать сегодня. Новое сообщение мне. Только через то, что у тебя остальные ролики, опять люди приходят и приходят в православие. Новые и новые люди. И при том сообщают другим. Я сказал Сергею Козлову, он говорит, а на меня тут сколько выходит и говорят. Меня духовным отцом называют. Но это подлинное отцовство. Я родил вас с благовествованием. Притом никому ни в чем не уступая. Против истины. Второе Петра. Два. И многие последуют их разврату. И через них путь истины будет в поношение. Путь истины в поношение. Вот сегодня первый день Пасхи, Пасхальная. Я думаю так, что те, которые буйствуют против того, что я говорю. Они могут при жизни, некоторые покаяться. Некоторые, видимо, похулили Духа Святого. Для них уже ничего нет. Они в отчаяние впали, как сатана, как демоны. Но могут и обратиться. Я на молитве сегодня почувствовал, о некоторых молился, что там началось умягчение. Я как бы обратную связь имею с Богом. Я тут один об одной девочке молился, что у нее операция была с глазами неладна. И вчера еще дополнительный маленький ролик сняли. В церкви были. И когда будет, это все уже слеплено вместе. Ну, с разрешения родителей я этот ролик поставлю, как молились. Меня уже ясно осуждать. Прелесть, гордыня, прелесть, гордыня. Ну, стандартно. Тоталитарная секта. Это Дворкин вел. Никто эти слов не знал. Тоталитарная секта. Тоталитарный режим. Сталин, Гитлер. А к сектам никогда не обращалось это слово. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые растили бы слуху. Чешим, говорит, слухом. Чешина, ты не чеши мне. Вот интересно по-церковно-славянски. Николай Быков, это изобретатель, знаменитый, важный. Спаси, Христос, батюшка. Не сразу, но прочитал. У тебя красивый слух. Считается легко. Тема стихов заставляет задуматься. Теперь немного о себе. Был в Сергиевом посаде. Помолился у раки с мощами преподобного Сергия Радонежского. По твоим молитвам нашелся предприниматель, который согласился производить обогреватели и экономайзеры и устанавливать их. Обогреватели в гаражах и на дачах. А экономайзеры на двигателях. Дело стронулось. Значит, пришло время. Спаси, Христос, батюшка. Ну, я ему отвечаю. Николай. И говорил там, потеряевки что-то сделать. Ну, готовься. Дай мне знать. Я тебе вот сегодня маршрутку-то выставил. Только дай знать. Без разрешения никому не приезжать. Письменное разрешение должен дать здесь. Это мы даем знать. Просто я не успеваю писать. Этого никогда не делали. Мы делали объявления о крещении. Первый раз за всю историю. Ну, по-другому не успеваю никак. Столько людей, столько запросов. Дальше. Роман один пишет. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Как поступать по правилам церкви, если бороду не постригли и не побрили, а выдрали клок бороды рукой? В этом случаях, человеку, у которого выдрали клок бороды, стоять как оглашенному в притворе храма, в этом вопросе, конечно, нет. Но, интересно, вот по старинным нормам, если бороду, клок выдрали, это приравность примерно убить лошадь. Это очень дорогая была цена. Очень дорогая. Я посчитал, даже не поверил, но убедили меня, действительно, это было строго. Вот в Ветхом Завете написано, если мужчины дерутся, а баба-то подошла и охота помочь-то, она не знает, где это. Ну, ударила в лицо, но если захватила за срамной ут и за половой член-то, написано, что отсеки ей руку. Вот это да. Значит, неприкосновенное место, и поэтому мужчины не должны хватать ее, где не подобно. Я спрашиваю, это вас касается? Он говорит, да. Ну, дальше разговор не пошел. Не стоять. Выдрали, выдрали, это они. Так, Юрий Соболев. В шаровещем задумался, как, кажется, впервые, всерьез над этим, 9-10 на протяжении полувека человек отдает Богу. Вот 100 рублей заработал, 90 на дело церкви. Дабы хоть краешком почувствовать, нужно мысленно поставить себя настоящего на место этого человека. Ну, а по-другому как? Ты должен вообразить. Действительно, духовный подвиг. Без дураков, что называется. Даже если бы вы ни строчки не написали, никому не сказали бы о Христе, ни с одним ребенком не позанимались, даже ни на основании вашей десяти, но уже можно было бы говорить о вас как о герое веры, Игнатий Тихонович. Может, это несколько эмоционально, но до меня лишь вчера дошло. Что это на самом деле такое? Это большое духовное дело. Я отобернусь назад, как в моей жизни было. Все было необычно, все было удивительно. Я отвечаю. Тотальная экономия во всем. Две или три работы всегда у меня была. Домашняя работа. Ко мне привозят на переплет государственной организации. Кому-то подчиняю, точу пилы. Даже ночью у меня всегда была работа. Солнце сокращал до двух с половиной часов в сутки. Два с половиной часа. Больше не смог потянуть. Это Бог так делает. Девять десятых никто не требует. Я не делал, что апостол. Там, конечно, все к ногам ложили где-то. Мне интересно оглянуться назад. Межи мои прошли по прекрасным местам. Наследие мое приятно для меня. А что тут такого? Ничего и нет. Юрий говорит. Да, все именно так. Благодарю, Игнатий Тихонович. Это стихотворение можно расположенным атеистом. В качестве первоначальной проповеди считать там одно стихотворение. Все последовательно. А потом о суде и Слово Божие и дальше. О десятине. Я больше десяти лет работаю на трех работах. Но платя девять десятин, даже если бы жил одиноко, не смог бы, думаю. Поэтому и написал о том, что это большой духовный подвиг. Я отвечаю. А мне в радость. Это ничего тут не вижу. Обыденное как бы и не мое. Вообще никак. Я понимаю, не мое. Я однажды оброк дал. Когда только обратился, сказали десяти, но я мгновенно буду давать девять. То есть идти по максимуму. Планка всегда должна быть высоко. Юрий, я понимаю и разделяю вашу радость. Игнать Тихонович, для меня же это один из образцов. Христос воскрес, целую и обнимаю. Александр Марьясов. Мир вам, Игнать Тихонович, мне понравились эти строки. Вообще промыслительно написано, знаете, вы никогда не останетесь одиноки. У вас столько учеников, даже трудно представить. Ведь учитель это не тот, кто учит, а у кого учатся, сказал кто-то. А вы именно тот человек, постный Господом ко многим людям, которые от вас многому научились. Господь через вас дает каждому человеку взглянуть на себя, на свой бедный духовный мир. И понять то, что не как мы живем, а зачем. Низкий вам поклон, многое блага и лета. Спаси Христос. Вот в прошлое время было. Меня вызывает на собеседование первый секретарь горкома партии. Меня большие личины приглашали. Это вы писали письмо, он называет Брежневу, Хрущеву. Да, я писал. Оно уже письмо у них копия. Главное, оттуда пришел ответ, они копию сняли или как. И дальше в конце говорит, какую бы вы пользу принесли, если бы среди нас были. Я не могу быть коммунистом. Не могу. Потому что вы раскулачивание провели, расстреляли царя, семейство, разрушили российский уклад. Ну, то есть я все разговариваю как есть. Там можно смотреть на меня как угодно. Если они меня 26 лет сдержали на учете психиатрии. 26 лет мучили. А потом злоупотребление советской психиатрии. Реабилитирован. Вот и весь сказ. Роман Ромашов. Благодарю вас, Игнатий Тихонович. А, вот. Райхан пишет. А то я тут в своей комнатке и молюсь, и видео ваше смотрю. Это одна казашка, и она готовится приехать, принять крещение. Из свидетелей, так называемых, вот написано, из лжесвидетелей под именем Еговы. Вот. И смотрю. Вот, Игнатий Тихонович. И я испекла пасхальные пироги, и покрасила домашние наши яички, как настоящая православная христианка. Слава Христу. Видите, что значит эта заочная работа? А тут миссионерская работа. Ничего у нас с ней не было. Ни хадзатский народ, я никого не хулил, ни святеля Еговы. Я ей просто показал чудо веры, которое Бог дает. Мы счастливы, что мы христиане. И вдвойне счастливы, что мы православные. Кто-то будет опровергать. Но это мое мнение. И я ей сказал, что у нас такая дружба уже завязалась с ней. Как будто давным-давно знали. Роман Ромашов. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за то, что разрешаете всем желающим правильно креститься, приезжать к вам. Я крещен троекратным погружением в реке Днепр. Священником УПЦ МП. Я только теперь удивляюсь, как это так? Священник, отец Михаил, согласился меня крестить в реке. Крестил меня одного в тот день. Отец Михаил сам на своей машине вылез в меня к реке за свой же бензин и оплату с меня не требовал. Слава Богу, Христос Воскресел. Вот так и надо делать. Так и надо. Вот это работа. Андрей Недосту. Прошу ваших молитв за отца Филиппа. Возвестил он о вашей деятельности. Хочет побеседовать. Теперь, как сказал, не будем о плохом в празднике. Я его включил в свою молитву. Как в плохом. Очень хочу повидаться с вами и вашими братьями. Посетить Потеряевку. Возможно, Господь сподобит и окажет такую милость. Молюсь за вас и вашу общину. Спаси Христос. Вадим Колупаев. Прямая трансляция из Иерусалима. Посмотрите. Можете посмотреть. Ничего там особого нет. Я не верю в благодатный огонь. Совершенно не верю в это. Я отвечаю. Воистину воскрес. Только что вошел с улицы. А, я это пишу одному брату. Кормил собачек. Это сегодня уже. И слез с голубятней. Сегодня я им открываю литок на волю. Держал закрытым больше месяца из-за приручивания дикарей для оздоровления породистых. Володи нет. И потому снимал в храме сам. Отсылаю ролики на закачку. А потом сниму замки. Уж что получилось, не знаю. Отец Аким приезжает сюда завтра утром в понедельник. Там в Потеряевке тоже снимают. Привезет, если что. Тоже на закачку время нужно. У нас все по-домашнему. Такое теплое и светлое было богослужение. Потом небольшой концерт. Кое-кто ночевал здесь же. Сергей Козлов. Парализованный конописец. Выставил видеоролик. Наши с ним беседы. Называется «Три вопроса». Советую всем посмотреть. Сергей работает. Ужас как. Вот это наша беседа. Три вопроса. И посмотрите. Вот посмотрите, что такое миссионерская работа. Ну, я 53 года работаю в этом деле. Фактически в государствах всей Европы пришлось быть. Скандинавия, Прибалтика, Турция, мусульманские. Свидетельствовать о Боге. А были такие, которые сразу делали с врагами. Не было. У меня этого не было. Выходит, я слабый. Господь так не допускал, чтобы говорил и кинулся прямо. Или грозился убить. Были мусульмане, которые прям сами подошли, говорится. Нарвались. Но и тоже расстались по-хорошему. Вот. Вот тут как это. Я отвечаю. Мощно. Благословен ты у Бога. Этот видеоролик может стать путеводной звездой для заблудших и изнемогших. К месту сказать. Сегодня Игорь Дубунов на пасхальном обеде рассказал, что в Красноярске баптисты слушали мои ролики. И более, кажется, десяти человек стали приближаться, приходить в храм и несколько крестились уже. Я таких известий получил только на страстной неделе этой, не одно и не два, а более. И еще мне пришла утром мысль после просмотра этого вашего составленного, оформленного видеоролика на три вопроса. А что если вы проникнетесь моей мыслью составить подобных видеороликов еще и не один? А именно, вот так вопросы, которые есть и на вас, они вышли люди, и вы мне их перепроводить, будет по скайпу вот так же. А то время идет, и не будут ли жалеть, что не запрягли меня на последних моих днях. Еву, да, 32. Вот утроба моя, как вино неоткрытая. Она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду. И ни к какому человеку льстить не стану. Потому что я не умею льстить. Это ко мне относится. Это все враги засвидетельствовали. Когда сегодня пашут в огородах, то трактор тащит только один лемех в саху. А раньше пахали на двух лошадях или лемех неглубокий, на бабах в войну. Сейчас кажется, два лемеха еще могут таскать. А есть монстры, которые как по асфальту бегут и тянут аж семь лемехов. Но их уже мало на полях. Выявилось, что они многотонной своей тяжестью раздавливают гомус. И плодородие падает из-за гибели микроорганизмов. Так вот, я в стихах иногда называю себя семилемешным. Полвека усерднейше трудился над спахием самой заброшенной целины. И по мелколесью вырывал с корнем саксаулистные заросли. На мне еще пахать можно. И вот даю вам два стихотворения или проповеди в стихах, как я называю их. Уж потерпите, прочтите их. Тут и есть смысл моей просьбы создавать с вами такие нужные ролики. С вашей стороны вопросы и подвопросы. Ему там задают вопросы, и он их вывел на меня. Никита Колесников сегодня. Христос Воскресе Виталий Калиников, который к нам приехал в течение одного дня, адаптируется из Омска. Видно, что ему нелегко. На второй день работы на пруду в конце дня он за ним мог. Полоскал горло, ел мед, упадок сил. Наш ускоренный тем жизни ему не в радость пока. Но он смиряется. Видно, что хороший парень. Узнаю и себя в нем. Поставил себя и узнаю в нем себя, что он хороший парень. Он мне это хотел сказать. Сейчас уже выздоровел. За эти праздничные дни он восстановится, и мы продолжим работу. Сегодня отсылаем с батюшкой весь накопившийся материал, фото и видео. Обсуждаем с Водей вопрос, как доставить ветла на коровий пруд. Он называется у нас Костровый, он не знает как назвать. Судя по опыту, это будет занимать много времени. На одной телеге за один раз много не привезешь. И там не на месте брать саженцы ниоткуда. Мы решили найти место, где можно напилить за полдня. Как можно больше ветлин. Чтобы сажать их свежими. А потом попросить у кого нет трактор. За одну-две ходки все перевезти. И еще прошу захватить с собой мою начатую банку меда. Он стоит на полочке под столом, прямо где я обычно обедаю, литровая. Игорь Слепецкий. С великим праздником вас, Игнатий. Сам не пью и с сигаретами третий год как раз прощался. Желаю вам здравствовать. Вот видите, сколько сообщений пришло. Ну и сразу покажу. Вот. Это наш видео. Не видео, а это мой мир. Mail.ru называется. Вот. Это как он выглядит. Вот посмотрите. Вот как здесь я в шапке. Вот именно сюда. Заходите. Здесь у нас сейчас 18916 фотографий. В данный момент. И видео 3140. На полторы тысячи меньше, чем на нашем видеоканале. А на видеоканале у нас сегодня 4583 наших ролика. Александр Марьяцев что-то написал. Не знаю, что сейчас. Я посмотреть могу даже. Что он. Я ему стихотворение послал. А он пишет. Игнатий Тихонович. Это звучит как завещание издалека. Издалека. Я думаю, что вложил вас Бог. Вы еще сполна не выдали на гора. Трудов еще не початый край. Но на все воля Божия. Спаси Христос. А ты стихотворение ему послал. То спаси какие. Вот стихотворение нельзя назвать-то. Мне ничего от вас уже не надо. Переборол последние толчки. Смотрю сквозь щель с той стороны ограды. И я не должен никому почти. Во сне бесчислено от смерти убегал. С холодным потом возвращался в тело. Срывался с альпинистами со скал. Когда мой штырь забит был неумело. Не спотыкайтесь о мои заслуге. Соблазны. Не мозольте по скамейке, на скамейках. Кто семилемешным в досталь воспользуется слугом. Им целену взрывал, хоть не всегда умело. В наследниках моих не одиночки. Сумейте сохранить и приумножить. Мой опыт благовестия живым сгодится очень. В преображении тем, кто на Христа похожи. Сотрутся в памяти последние следы, сопровождающие мысли и деяния. Предупреждал, дел будет не в продых. Моим воспользуйтесь же опытом и знанием. Имейте юмор, трезвый и улыбку. Ведите растерявшихся к загону. И без предвзятости учитесь на ошибках во свете истины библейского закона. За лидерство не бойтесь, не бейтесь понапрасну. Быть пастырем ответственно и страшно. Стакан воды подай, пролей рекою в массы. С усердием заби и обработай пашню. Я не инспектор вам, но пристально смотрю. Прошу не культивировать потом мои ошибки. Закон любви, единственный ваш крюк. На нем, как знамя и мои пожитки. Сопровождающая мне нужна молитва. Не канонизировать пропущенные буквы. За гранью дней затворенной калитки. Мой мирный труд и битвы совокупно. Вот. Только сейчас прочитал, вот еще двое зашли. Что-то тут Юрий хочет сказать. Просчитал вместе с женой. Очень хорошее стихотворение. Сердечно благодарим. Пашня это вообще прямо ко мне. Ведь именно вы растолковали предназначение моего имени. Я на самом деле хотел бы воспользоваться вашим опытом и знаниями в деле благовестия и миссии. Ну его тоже бьют недруги. Вот его восхваляют. Игнатий на меня-то никак эти похвалы не действуют. Ни угрозы, ничего. Это напрасно. Понимаете, если я людям буду говорить, они это пишут, то воистину было. И сам я это испытал. Иудеи, ненависть, через ненависть свои себя и потомка своих жестоким осуждением покарали. То ли стихотворение, то ли что-то доктор какой-то пишет. Вот сейчас пришла мне, как говорится, телеграмма на смс. И не одна. Тут целое утро. Идут и идут. И длинное-длинное, считай. Обычно бывает не подпишется. Один телефон номер и не знаешь от кого. Ну можно имя подписать. И вот пишет один. Я секретарь местной метрополии Алтайской. Благочинный такого-то Владимир Басов, кажется, Александра Невского. Там поздравляю много-много. Заходит сегодня человек и говорит. Проповедь говорил. Метрополит Сергий поминал про Потеряевку в соборе. В соборе своем Потеряевку и про вас говорил. Я говорю, а что говорил? Да я далеко стоял, не расслышал. Ну как, положительно очень говорил. А его долбили, долбили недруги. И показали себя. Кто они такие? Отношения Бог строит. Бог. Поэтому это никак меня не касается. Второе. У нас есть форум. Вот форум. Я сейчас покажу. Вот видите, как теперь он стал украшенный форум. Ну тут модератор работает, администрация. И делает его, все это было, до этого было темным на пост. А сейчас красным. Потому что Пасха красная. И когда заходишь на главную страницу, там сразу Христос воскресе с какого-то московского хора. Вот проповедник Игнатий Лапкин. Что-то я тут могу не найти ничего. Личные сообщения или еще. Так. Новое сообщение. Сейчас посмотрю. Ага. Вопросы ко мне, которые надо посмотреть. Плохо вижу. Плохо слышу. Но никакой. Вот. Ну этот между собой, они тут что-то не ладят. Вот это. Ответ пришел Иван Жар. Сын владыки Лонгина. Игнатий, спасибо за поддержку. Дальше эти между собой. Тут что-то. Евгений Димов. Миром Игнатий Тихонович. И вам, Никита. Перейду сразу к вопросу. В Откровении 20.12 написано. Увидел мертвых, малых, великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были. Иная книга раскрыта, которая с книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. И понимаете, вот. Даже то, что он сделал жирным, курсивым и красным, это взял у меня. Ну, маленько не туда цифру занес тут дальше. И не в этом дело. Но тут человек желает-то. Судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами. А в Евангелии от Иоанна 12.48. Отвергающие меня и не принимающие слова моих, имеют в суде в себе слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. Здесь слово, которое я говорил, означает Евангелие. По нему будем мы судимы. Вопрос. Означает ли, что в Откровении 20.12 говорится об Евангелии? Там, где написано судимы, по написанному в книгах. Или там говорится о каких-то других книгах. Дела, книги дел, дел наших, дел. Вот мы пишем дневник. И вот все записано. Вот у меня дневник. И этот дневник веду уже больше, я не могу сказать, сколько. Ну, полвека почти веду. У меня много таких. Вот сам переплетаю. Видите, какая. Я не знаю, видно, не видно где-то. А то сам переплетчик. Видишь, даже с закладочкой. И каждый день я пишу. И даже в тюрьме был, в лагере я везде писал. И поэтому ко мне люди обращаются. А что тогда-то было? А когда было? Я только раз. И везде у меня информация. Вот это книга дел. На каждого пишется как бы отдельная книга. Так принято считать. В книгах. Вот. А что такое книга жизни? Книга жизни, где написаны имена. Это Исход 32-32. Если их не пощадишь, и меня выше книг из книги жизни. Моисей говорил. Новая книга, в которой записаны имена людей. Да, именно так. Благодарю за ответ. Ну, и вот на этом все. Дальше заходим в наш видеоканал. Вот он где. Вот пока говорили, сейчас пикнуло. Я не знаю, на что наткнусь. Это вот скайп. Что тут? Кто на меня вышел? Игорь Струс. Еще он пишет. Христос Воскресе. Примите мои поздравления со светлым днем Христового Воскресения. Храни вас Господь. Благодарю вас за ваши труды. Видите как. Это все, наверное. Все. Еще может это тут есть. Больше никого нет. Кроме того, кто-то зашел. Вот колокольчик. Это прямо на видеоканал. А кто? Ой, какой-то. Валь, не прочитаешь даже. Поэтому неизвестно. Христос Воскресе из мертвых. Видите. Это Надежда Васильевна у меня поет. Вот что она тут. Можно даже увидеть. Христос Воскресе из мертвых. Воскресе. Смерть ее смерть поправ. Исучим. 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 А лучше не жениться. Мне Варжаль Павел говорит. Мы сами этот путь избрали. И еще у нас есть большой ресурс. Это наш сайт. Вот он как выглядит. Вот. Сайт. Тут и вопросов. Тут книги. Тут вот видео. звук. Тут 50 книг моим голосом начитано. 50 книг примерно. Не считать, а начитывать с выражением. Это немыслимо. Тут 1300 моих проповедей. 1300. Это маленькая часть проповедей. Которые говорил в храмах. Разных храмах. В московской патриархии. Господь так делаем. Что? Ну я говорю. Надежда Потеряевка. И там все остальное. Считаю, что все на этом. Богу нашему славу.